Здравствуйте! В эфире программа «Истности». Я Инга Белова. Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по храму святого архангела Михаила в Гомель. Этому храму насчитывается почти 150 лет, но только в 2001 году в городе было освящено место и начато возведение фундамента этого храма. Как такое могло произойти? Почему церковь активно сотрудничает с вооруженными силами и правоохранительными органами? И чем живет храм, узнаем вместе с вами в программе. Первые метрические книги церкви святого архистратига Михаила датированы серединой XVIII века в деревне Вылева Гомельской области. В 1839 году была построена другая деревянная церковь, но со временем это здание обветшало. И в 1909 году осветили новую постройку храма. Церковь была деревянной на каменном фундаменте с новой колокольней. Жители деревни Вылева и соседних селений приходили помолиться на зов колоколов. Но в 1986 году эта местность оказалась опасной для жизни. Из-за аварии на Чернобыльской станции всех жителей выселили. Состояние одинокого храма с каждым годом становилось все хуже и хуже. О его судьбе не переставали беспокоиться и прихожане, и духовенство, и городские власти. Поэтому было принято решение перенести храм в Гомель. Я помню те времена, когда он переносился, было действительно воодушевление. Потому что в Гомель переехало много людей, которые жили и в деревне Вылева, и в тех ближайших деревнях. И был такой, знаете, какой-то тогда же подъем такой духовный, душевный. И радость была, что мы спасаем храм, что храм не пропадет. Даже сейчас люди приходят, что я крестился в этом храме, моя мама в этом храме венчалась. То есть преемственность традиции осталась. И вот в 2006 году храм был полностью сюда перенесен, восстановлен. И совершилось освящение уже на новом месте храма. И вот с этого времени храм служит уже своим прихожанам. Удивительно, но в перевезенном храме и зоне радиоактивного заражения не обнаружилось никакого превышения сверхобычного уровня радиации. Это памятник деревянного зодчества в форме креста. Если мы посмотрим, что он расположен в форме креста. Вот смотрите, у нас четырехъярусный иконостас. Ну, такие уже особенности. Вот, если так мы посмотрим, то это такие вот типовые храмы, которые строили в то время. Это тот храм, который есть. Даже вот на колокольне сохранилась надпись краской 1909 года. Там написаны имена, кто этот храм красил, строил и когда он освящен. Возведение храма на новом месте поддержала глава советского района Гомеля Татьяна Филимончик и начальник училища МЧС Александр Гончаров. А научным руководителем проекта был главный архитектор города Владимир Мелих. Храм строили с помощью всех небезразличных к богоугодному делу гомельчан. Казалось, весь город был счастлив новой церкви. Но не обошлось и без трагической истории. Эта история произошла на моих глазах, потому что здесь стоял недалеко временный храмик такой. В нем совершали богослужения. Я во время богослужения пошел в вагончик взять теплоты. Она используется в богослужении. Ну, смотрю в окно. А отец Андрей Белянг, он настоятель, был первым настоятелем этого храма. Он как-то бегает по двору и видно, что он испуган, что он в панике. Я вышел и говорю, отец Андреевич, что случилось? Он говорит, храм горит. А я подумал, что горит вот этот вот временный храмик. Смотрю, нет, не горит. А он говорит, новый храм горит. Ну, мы, конечно, с ним быстренько схватили огнетушители, побежали сюда уже в этот храм тушить. Но что самое интересное, тут не просто так вот подпалили, а подпалили четыре угла. Снутри четыре угла подпалили. Тогда служба шла, отец Артемий Кривицкий служил здесь. Он быстренько сел на машину и на КПП в училище. Говорит, что церковь горит. Мы уже тут с отцом Андреем как уже пытались сбить это пламя. Ну, что мы там, два огнетушителя, а в четырех сторонах горит. Да, ну, оперативно, конечно, хлопцы прибежали, все. И вот они спасли, спасли храм. И до сих пор не ясно, кто это совершил, что. Ну, что поджог был, то, конечно, такая трагическая картинка. Так вот и стоит перед глазами, как вот горело, что, казалось, что все, надежды рушатся. Ну, с помощью Божией все образумилось. Несколько лет назад по благословению Преосвященнейшего Стефана группа волонтеров храма Святого Архистратига Михаила под руководством настоятеля протеерея Игоря Ольшанова посетила деревню Вылева Добружского района, то место, где находился храм Святого Архистратига Михаила раньше. После торжественного богослужения пасмурный и дождливый день осветило солнце. На месте храма была установлена памятная доска. Когда даже храм разрушается, когда остается алтарь, вот здесь вот находился, вот на этом месте находился Христов. «Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресной, во веки веков, а меня, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, отече Тебя души истины, и выведевшиеся, исполняя сокровища благих». В память у прихожан остался не только старинный храм в деревне Вылева, но и священник Василий Иванович Концевой. Он 26 лет прослужил в этом храме. Когда всех из деревни выселили, отец Василий остался. Он не мог оставить без присмотра свою церковь. Но однажды его дом загорелся. Приехавшие пожарные спасли священника и часть его дома. Однако проживать в помещении стало невозможно. Батюшке пришлось покинуть деревню. Отец Василий был награжден крестом с украшениями, патриаршей грамоты и митрою. Многие прихожане помнят еще первая служба в Гомеле, которая проходила в палатке, пока строился храм святого архистратига Михаила. Они признаются, именно в этом месте не хватало дома, где можно было помолиться, поделиться своими радостями и горестями. Самые активные прихожане помогают и сегодня в поддержании церкви. Они следят за порядком и облагораживают территорию. Тогда народ шел и хотел именно молиться, потому что все желали, чтобы эта палатка существовала. И когда первую палатку сносили, оставили вторую палатку, уже более объемную и более большую, чтобы больше народа могло в ней вместиться, то люди даже плакали. Как поставили крест и поставили первую палатку, с первого дня я здесь. Нравится тем, что она у меня рядом с домом. Я сюда в церковь хожу, как домой. Здесь можно и помолиться, здесь можно и посоветоваться с батюшкой, здесь можно получить совет на все свои вопросы. На все. Я считаю, что это храм Божий, дом Божий. В нашем храме атмосфера добра, доблета, любия, любви ближнего к человеку. Мы относимся к нам, и к нам относятся с пониманием, с любовью. Всегда на все вопросы мы здесь можем получить у батюшек ответы на свои советы. Субтитры создавал DimaTorzok Именно на этом месте храм должны были строить. И много таких происходило вещей, которые мы не привыкли видеть в мирской жизни, а именно в храме мы увидели. Был праздник архистратига Михаила, и начали уже восстанавливать вот этот храм. И получилось, что в этот праздник небо просто сияло. Такие шары были, от которых отходили лучи. Потом радуга между этим храмом и тем храмом образовалась, старым храмом. И люди были, вышли, как раз литургия была, закончилась она. Люди вышли, прям были удивлены. И даже с белицы к нам приезжали и говорили, что у вас тут просходило такое сияние. В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС у церкви святого архистратига Михаила проходит митинг и траурная панихида. В церкви даже есть икона, которая специально писалась для этого храма по событиям того времени. Икона «Спас Чернобыльский» – единственная во всей Беларуси. И она писалась именно для этого храма и касается событий, которые происходили в этом храме. На ней изображено сверху Спаситель, а снизу – история храма. И изображены те люди, но мы не должны думать, если они изображены, что они являются святыми. Нет, они изображены в честь того, что они полагали очень большие усилия в деле постройки, в деле переноса и возрождения вот этого храма здесь, на этом месте. Вот там мы видим, находится изображение покойного архиепископа Аристарха, по чему благословению этот храм и был перенесен. Также курсанты училища МЧС и священнослужители, которые тогда служили в этом храме. Вот отец Мефодий Казаков, бывшая глава советского района Татьяна Степановна, которая тоже очень много сил положила на то, чтобы храм здесь стоял, и мы имели возможность молиться. Также там изображен, тогда был он председателем Гомельского обл. полкома Якобсон. То есть те люди, которые действительно положили много сил, которые способствовали, чтобы храм здесь был. И также мы видим там, что от Чернобыльской атомной станции ангелы спускают изображение шести пожарников, которые в первые минуты встали в руде, отдали свою жизнь для того, чтобы минимизировать вот эти последствия Чернобыльской аварии. Можно так сказать, что они отдали свою жизнь, чтобы мы жили. Одна прихожанка тут у нас, она очень любила писать разные иконы, вот она написала. Этой иконе, наверное, уже лет десять точно, если не больше. С 2014 года храм святого архистратига Михаила получил статус войсковой. Это единственная войсковая церковь в Гомельской области. Духовенство активно сотрудничает с военно-транспортом факультетом Белорусского государственного университета транспорта, Гомельским инженерным институтом МЧС и Гомельской пограничной группой. Важное сотрудничество – это в духовно-нравственном и геройко-патриотическом воспитании нашей молодежи. Для того, чтобы воспитать гражданина-патриота, мало лозунгов и красивых фраз. Это должно быть и духовное возрождение, это должна быть и духовная основа. И никто лучше, как священник, на божьих, скажем так, заповедях не расскажет молодому человеку о нормах морали, которые, опять-таки, строятся на божьих заповедях. В рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Белорусской православной церковью и органами пограничной службы Республики Беларусь Гомельской епархией и Гомельской пограничной группой планово реализуется эта программа по духовно-нравственному воспитанию и совершенствованию военнослужащих органов пограничной службы. Все пограничники зачастую принимают участие в религиозных обрядах, которые проходят в этом храме и в других храмах, священники приходят в подразделения воинской части, проводят беседы, диспуты, лекции с военнослужащими, и срочные службы, и контрактные военные службы. Помимо этого и военнослужащие имеют возможность прийти в храм, справить свои какие-то религиозные обряды и нужды. Благодаря настоятелю этого храма, протеерию Игоря Ляшанова, в каждом подразделении Гомельской пограничной группы появился православный уголок. Это место, где находятся книги на религиозную тематику, военнослужащие имеют возможность их почитать, побыть наедине с самим собой. Вы можете где-то помолиться, потому что всегда есть иконка, посвященная святому архангелу Михаилу. Регулярно батюшки проводят встречи с курсантами-работниками военных структур. Уже доброй традицией стало присутствие священнослужителя на военной присяге и освящение погон на выпускном. Святое мероприятие – это освящение погон. Это последний раз проходило здесь, в храме. Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан освящал воинские знаки, осуществлял чин богослужения ратному делу, скажем так, и освящению данных воинских знаков. Ребята, видно в глазах, что у них некое такое благоговение, и после этого, по итогам, скажем так, предыдущих освящений погон, в ходе общения с нашими выпускниками, они очень дорожат тем, что это все было освящено. Мы расширили, опять-таки, границы нашего сотрудничества и начали заниматься совместно научно-историческими исследованиями. Уже, опять-таки, на протяжении четырех лет мы проводим научно-исторические семинары Гомельча и Новехи истории, которые из местечкового, скажем так, как семинара, ограниченного в городе Гомеля, переросло уже в республиканский семинар. В нем принимают участие не только студенты, не только курсанты, не только офицеры и профессорско-преподавательский состав вузов у Гомеля, но также уже и Минска, и Могилева, и Бреста. Семинар набирает популярность и вырос уже до республиканских масштабов. Научно-исторические исследования – это открытие неизвестных страничек истории и, естественно, публичное их освящение. Оно осуществляется не только устно участниками семинара для тех, кто являются слушателем, скажем так, кто присутствует на этих семинарах, но и впоследствии выходит сборник по итогам работы семинара, где статьи с этими исследованиями публикуются и распространяются через, ну, как средство печати, через организации, через предприятия, через учебные заведения. И доносятся, скажем так, до учащихся, которые читают это все, изучают. Под руководством настоятеля храма Протеерея Игоря Ольшанова создана молодежная волонтерская группа, в которую также входят курсанты военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта и других учебных учреждений города. Отряд проводит акции по сбору средств для нуждающихся, навещают детей в хосписах, дарят им теплоту и ласку. Молодежь, она как бы живет иногда в своем бирке, кроме которого она ничего не видит. И боится выйти за границы вот этого своего мира. А когда они видят таких детей, они понимают, что вот это действительно люди страдают, действительно у них есть проблемы, действительно они нуждаются в помощи. И может быть даже какие-то ихние вот, ну можно сказать, такие детские проблемы, которые они считают вселенского масштаба, они уходят на второй план, и у них появляется дело, которому они могут посвятить себя. И действительно нужное дело, а не просто где-то посидеть там в компьютере, в телефоне, в соцсетях. И они видят свой как бы результат того, что они делают, и что этот результат нужен, этот результат полезен. Не зря одна из самых почитаемых икон в храме мученика Гавриила Белостокского. Святой младенец принял на себя мучения и имеет дерзновение перед Господом молиться за здоровье детей. Святой этот очень почитаемый в Белоруссии, потому что его мощь сейчас находится в городе Белосток. Это раньше была территория Белоруссии, потом отошла к Польше. И в моей семье это очень почитаемый святой. Я его как-то почитал всегда. И в этом храме иконы не было, говорила Белостокского. И подумали мы, что было бы очень хорошо, чтобы такой святой, наш белорусский, его икона находилась здесь, в храме. И тогда мы попросили, написали эту икону, и мы принесли ее сюда, здесь, в храм. Торжественно мы ее встретили в одно из воскресений. Здесь вот он изображен в такой белой рубашке. Белой, потому что она символизирует чистоту его души, чистоту этого младенца. И в руках он держит крест, как символ того, что те мучения, которые он претерпел, являются свидетельством веры православной. Очень много в храме икон с изображениями Божьей Матери. Образ Божьей Матери Чернобыльской подарил Украинский союз афганцев и чернобыльцев в этом году. Прихожане с радостью встретили новую икону. Интересно получилось, события с этим связаны. Когда мы эту икону здесь установили, то как-то получилось, что люди сразу начали нести цветы. И вот так между собой говорят, вот это цветочки для Божьей Матери. Для Божьей Матери мы несем цветочки, несут, несут, несут. И как-то вот эта икона сразу стала почитаться в нашем храме. Люди ее приняли, люди к ней идут, потому что считается, что эта икона помогает тем, кто обращается к Божьей Матери с молитвами об избавлении от онкологических заболеваний. И они тоже приходят здесь, молятся, подают записочки, сами просят Божью Матерь, чтобы она оказала им такую помощь. Представьте, святая архистратига Божия Михаила и прочих небесных, святых, славных и святых апостолов. Помилуй, ты спасет нас, якобы благ и человеколюбие. И Бог, Господь, я служил. С благословением люди относятся и к образу архистратига Михаила, в честь которого освящен храм. Кто, как Бог, так с еврейского переводится имя Михаил. Архангел Михаил первым призвал тех ангелов, которые не пошли, по примеру падших, пойти путем борьбы с искушением. Так он стал предводителем Господнего воинства и одержал победу в битве с Люцифером и бесами, низвергнув их в ад, в глубины преисподней. Это противоборство между светлыми и темными силами. Эта борьба между добром и злом ведется и поныне, на земле, и все мы также являемся ее активными участниками. Архистратиг Михаил, он является покровителем воинства земного, нашего воинства, а этот храм строили военные. Они считают его своим, они считают его, можно сказать, войсковым таким храмом, где они окормляются, где они совершают свои важные дела семейные, прикрестят своих детей, венчаются, некоторых отпеваем. И поэтому архистратиг, он здесь изображен даже как военачальник наших гомельских воинов. Вот он держит копье, как символ, что он готов защищать их всех. И держит щит, которым он тоже нас всех оберегает. У нас есть одна монахиня, она пишет иконы. И вот так получилось, что я зашел к ней. Зашел к ней, а она, стоит у нее большая доска, и она начинает писать икону. И говорит, отец Игорь, посмотрите, вот эта икона как раз бы была у вас хорошо в храме, вот там и там-то стояла. Я посмотрел, говорю, да, действительно, у нас такой большой иконы нет, такой вот. Может быть и действительно. Говорю, дайте мне подумать. Насколько вы будете думать? Отдаем вам пять минут. Вот я подумал, подумал и думаю, раз так получилось, значит, угодный Богу. Говорю, да, пишите икону. И она взяла за этот труд. Написала эту икону. Мы потом уже, когда я увидел ее, я понял, что действительно, это икона и только для нашего храма. Мы ее сюда установили. Вместе, конечно, радовались, что вот орхистратих Михаил своей иконой к нам пришел. И теперь находятся как святыня нашего храма. Играет музыка. В храме святого архангела Михаила прививает любовь к православию и младшему поколению. В воскресной школе дети от 7 до 15 лет с удовольствием посещают занятия, но все же замечает настоятель. Крепкая вера у детей возрастает, когда родители сами веруют, молятся и ходят в храм. А с верой в Бога и на душе легче. С вами была программа истности Яенга Белова. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok